Праздничное 2 мая Первый матч финальной серии чемпионата России против Кемеровского Кузбасса А началось все, пожалуй, как ни странно, с погоды Которая помешала провести масштабный запланированный семейный пикник на площадке около центра волейбола Кстати, на завтра, 3 мая, погода вновь будет дождливой А множество заготовленных активностей также будут доступны всем зрителям на втором этаже арен На площадке же болельщики были в предвкушении интереснейшей игры Нельзя не отметить и группы кемеровских фанатов, которые приехали поддержать своих любимцев А наставники команд Томас Самильву и Владимир Олег на выставили прогнозируемо сильнейшие стартовые составы У гостей это Политаев Кобзарь, Карпухов Подлесных, Тавасиев Пашицкий Керменев Состав «Зенита» же это классическое для нынешнего сезона сочетание Андерсон Гапет, Михайлов Будько, Вольвич Самойленко и Алексей Вербов на позиции Либер В первой партии хороши были диагональные команд Михайлов и Политаев Кемеровчане вели 14-6, но после двух эйсов от Андерсона и вышедшего на подачу Андрея Сурмачевского Уже «Зенит» был впереди 22-20 Далее обидную ошибку допустил Вольвич, а вышедший на подачу Сергей Никитин эйсом сравнял счет на 23 После чего Михайлов попал в антенну, а Политаев был точен 25-27 Не буду сейчас выделять, буду говорить про нас в целом как команда, что мы вышли играть не финал совсем Это простой тур, а команда Кузбасс вышла просто биться за каждое очко, вот и все С Казани всегда идет, потому что это лучший клуб и ты хочешь показать себя на высоте Иногда неполудно получается, но я очень горд за нашу команду, что мы смогли все вместе вот так собраться и показать, что мы можем это делать Во втором сете кемеровчане на волне успеха повели 1-4 после двух эйсов от Кобзера Казанцы же были хороши, допустив всего лишь две ошибки за сен Оформили пять блоков, добавив еще два эйса И уже были впереди 13-8 Но гостей это не сломит Во-первых, Керменен и партнеры подняли 13 мячей в защите против трех у Зенит Политаев набрал 7 очков за сет, забив все важнейшие мячи в концовке Набрав в итоге 19 очков за матч при 63% реализации 21-25 Команда, это однозначно, мы шли к этому весь год и показали, что мы до конца можем играть как команда Мы играли очень уверенно в каждом моменте, были, конечно, сложные моменты, но главное не смотреть счет, думай, только на следующий мячик Мы играли хорошо в атаке, и я думаю, тоже хорошо контролировали атаки зенитов Именно Виктор выдал отменную серию на подачу в начале третьего сета, благодаря чему Кузбасс повел в счете 7-12 По 11 очков набрали Тавасиев и Карпухов, которые позволили гостям сохранять комфортный задел Перевернуть сет помогла двойная замена Владимира Олег Вместо Михайлова и Будько на площадке появились Лоран и Никита Алексеев Которые не только добавили эмоций, а смогли вывести зенит вперед 21-19 Конечно, когда выходит другая связка на площадку, игра немножко меняет, потому что у каждого своя характеристика И Лоран очень хорошо бьет игру, у нас были там сложные моменты Молодцы наши игроки, потому что говорили там обычные вещи, как принимать, как играть на блоке, не думать на ничем Но кемеровчане вновь показали свой напористый характер Отыгравшись на подачах Сергея Никитина, Тавасиев же командовал на сетке, а подлесных был точен в концовке Каждый из трио Андерсон, Гапет и Михайлов набрали по 11 очков Но этого оказалось мало даже для одной выигранной партии 22-25 в третьем сете и 0-3 в матче в пользу кемеровского Кузбасса Кузбасс сегодня сильнее, он переиграл нас во всем Ничего не получилось ни у кого Глупая ошибка в первой партии, был бы 24-21 Глупая ошибка во второй партии, могло быть это, но все равно стоит волейбол А сегодня Кузбасс сильнее Нереально играли идеальный волейбол, но мы играли, да, ровный, хороший матч У нас 14, 14, вот, и эта серия финала точно будет нужна всем Завтра будет совсем другая история Мы проиграли игру, здесь главная победа, вот, по содержанию мы часто проиграли Вот, сейчас будем забираться, конечно, потому что у нас есть завтрашний день На который нам нужно настроиться, прежде всего, вот, психологически Проигрыш есть проигрыш, но серия не проиграна, вот, нам нужно сделать выводы В своей волейбольной карьере я еще ни одно разу не выиграл у Зенита Тем более в Казани, поэтому сегодня какой-то особенный день Одна игра ничего особо не решает, надо идти дальше, и поэтому Сегодня выиграли, посмотрим, что будет завтра Немного цифр В этом году Зенит прервал множество своих победных серий Но разве кто-то из вас скажет, что матчи команды стало смотреть менее интересно? Скорее, все с точностью, да наоборот Так вот, в последний раз команда Владимира Олегна проигрывала 0-3 в Бразилии В финале клубного чемпионата мира Сада Крузейра в октябре 2016 года А вот последнее домашнее поражение 0-3 состоялось, вы не поверите 2-го же мая, только 2011 года от московского Динамо То есть ровно 8 лет назад Но это всего лишь цифры Завтра, 3-го мая, состоится вторая игра В финальной серии между казанским «Зенитом» и кемеровским «Кузбассом» На которой команде очень нужна ваша поддержка В решающей серии сезона против очень сильного и достойного соперника Уважаемые болельщики, спасибо за вашу поддержку Подписывайтесь на ЗТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok